здравствуйте девчонки сегодня мы с вами сделаем еще один веночек к новому году но теперь уже из искусственных еловых веточек их купила я в магазине все для творчества также они продаются в цветочных магазинах это вот такие вот метровые веточки есть черные с зеленым белая белые кончики такие вот красивые и просто черные с зеленым для моего веночка они сегодня как раз таки понадобится и они очень здоровски смотрятся далее нам понадобится заготовка из картона ее можно сделать и любыми другими способами можно купить сразу готовую также нам понадобится два вот таких вот колокольчика их я тоже купила в магазине все для творчества золотистого цвета в процессе работы я буду смотреть какие элементы для декора добавить сегодня я венок хочу сделать зеленый с сочетанием красного и золотистого цветов поэтому сегодня у меня будут вот такие вот шарики новогодние красного цвета различные фактуры также вот такие вот подарочки красного цвета сюда же я добавлю разбавлю композицию тремя шариками золотистого цвета поменьше размером и тремя маленькими шишечками тоже окрашенными в золотистый цвет также в процессе работы я посмотрю может быть я добавлю вот такие вот бусинки на нитке либо стразовую ленту которую я предварительно уже порезала на тонкие полосочки будем смотреть по ходу выполнения работы также нам еще нужно будет узкая лента золотистого цвета красная лента вот такая вот блестящим красивым рисунком для бантика так как веночек я буду делать с гирляндой это вот такие вот снежинки как и предыдущие предыдущий веночек я делала вы уже видели хочу чтобы и этот веночек был светящийся в темноте они просто так висел на стене или на двери и вот так вот горят мои снежинки буду их добавлять далее нам понадобятся ножницы горячий клей пистолет и для фиксации проводочков снежинки нам нужно будет изолентом так давайте приступим к работе сегодня я не буду оклеивать стразовой лентой края обод сам самой заготовки я буду сразу приклеивать вот эти вот веточки по краю вот таким вот образом прежде чем сделать петлю для веночка нужно оклеить край а потом уже завязать саму ленточку поэтому при помощи горячего клея пистолета давайте начнем оклеивать край вот что получается это у нас будет изнаночная сторона вот это будет лицевая ее мы будем декорировать поэтому для начала сейчас давайте закрепим ленту для петли на которую повесим наш веночек и теперь нам нужно такую же веточку оклеить изнутри фану по внутреннему кругу веночка вот что получается предварительно я еще наклеила заклеила изолентой все проводочки чтобы она изолировала их от горячего клея чтобы они не поплавились свободный край я оставляю сверху в дальнейшем я вам покажу как его закрепить чтобы он не висел теперь по центру нашу пустую поверхность я буду оклеивать в два слоя веточками обычными которые просто зеленые с черным при помощи горячего клея пистолета вот такая прелесть получается это лицевая сторона вот это будет изнаночная которая к стеночке при желании конечно ее можно оклеить либо зеленой бумагой либо какой-нибудь коричневый либо красной у меня она будет не видно поэтому я ее оставляю так теперь нам нужно расположить сначала все самые крупные элементы декора нашего венка поэтому сначала будем располагать шарики не все несколько штучек я наверное возьму по три каждого такие вот они будет 9 штучек сейчас будем смотреть нужно снять крепление шариков возможно они все нам и не понадобятся и теперь добавим золотистого декора это как я уже вам показывала три маленьких шарика и три шишечки и и и Субтитры сделал DimaTorzok Я решила разбавить еще цвета на моем веночке вот такими белыми снежинками Они у нас красиво впишутся сюда, придадут такой необычный зимний снежный вид Они у меня все здесь на ниточке разных размеров Я сейчас в разброс их приклею к веночку Вот так вот получилось Смотрите сразу какой красивый вид приобрел веночек с этими снежинками Вот здесь я оставлю, так как здесь у меня будет бант Две ленточки будут спускаться, а шишечка будет посерединке Теперь нам нужно повесить колокольчики Их можно приклеить вот таким вот образом Можно завязать на ленточку И опять же приклеить Вот такая красота у нас уже получается, девочки Я считаю, что эти бусины, наверное, все-таки будут лишними Они только утяжелят нашу композицию Поэтому я воспользуюсь вот такой вот легкой воздушной ленточкой И по кругу пройдусь, приклею ленту Музыка 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 Девочки, теперь нам остается сделать только бант Смотрите, какая прелесть у нас с вами сегодня получается Итак, давайте сделаем бантик Два сложения Два разговора Два 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Петелечку, на которой мы будем подвешивать веночек. Можно ее расположить вот так, либо вот так. И распрямить бантик, и она будет здесь не видна. Саму ленту можно прошить, можно склеить при помощи горячего клея. Я же просто завяжу ленточкой. Девчонки, вот такая красота у меня сегодня получилась. Если вам понравился мой мастер-класс, ставим пальчики вверх. Подписываемся на мой канал, те, кто еще не подписаны. Делимся этим видео в своих соцсетях. Также, конечно же, я жду ваши комментарии. Очень интересно ваше мнение по поводу этого веночка. Желаю вам всего доброго. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok